Девушки отдыхают Девушки отдыхают Точнее даже я еще вышел на защиту диплома Диплом еще не защитил и уже параллельно устроился на работу Надо было зарабатывать деньги Начал работать параллельно, писал диплом, защищался Устроился учеником слесаря-ремотника в цех номер 6 Я любил свою работу, любил работать слесарем Я знал все оборудование, которое обслуживал Мне нравилось его обслуживать, ремонтировать Я был уверен за свою работу и мне всегда радовало, когда все получалось Был третий курс, я заканчивал его И нужно было куда-то устраиваться на производственную практику Я хотел найти что-то для себя такое, где я себя мог бы зарекомендовать И поэтому я звонил Елене Михайловне И в итоге добился встречи с ней Действительно звонил достаточно долго На протяжении месяца Объяснял, что он может быть нам полезен В итоге я смог своей работой зарекомендовать себя и понравиться ей Она поняла, что я чего-то хочу и что-то знаю И время находится, чтобы сходить куда-нибудь отдохнуть И в театре, и в музей Ну и вообще просто по городу погулять Детские увлечения мои были похожи на многие увлечения Как у многих ребят, мечтал стать космонавтом Очень переживал, что не стану и никогда не увижу нашу Землю сверху С высоты Ну а потом, когда уже подрос По совету отца Увлекся радиоэлектроникой И поступил в Воронежский технический университет На факультет радиоэлектроники И в принципе не жалею об этом Мои увлечения детские и нынешние, они сопали Мотивация работников отрасли стала одной из ключевых задач Для руководителей всех подразделений Подробно были измерены и проанализированы 20 основных факторов вовлеченности В итоге руководство компаний внедрило в практику наиболее эффективные модели работы с сотрудниками Разумеется, не обходилось без ошибок в методике работы с коллективами Например, еще несколько лет назад в подразделениях чаще измеряли такой показатель, как удовлетворенность сотрудников Но в результате интерактивного общения довольно быстро выяснилось Работник может быть удовлетворен местом работы и держаться за него Но для организации предпочтительнее иметь прежде всего лояльного компании сотрудника Для госкорпорации это тот человек, кто добровольно стремится работать хорошо и связывает свой личный успех с успехом своего предприятия и в конечном счете всей атомной отрасли Что произошло и что изменилось? На мой взгляд, это в первую очередь то, что начался диалог, появился инструмент обратной связи И менеджмент во главе с генеральным директором очень серьезно к этому отнесся И сформулировал целый ряд задач, собственно говоря, и для руководителей дивизионов предприятий Для кадровой службы, для других служб, с тем, чтобы вовлеченность нашего персонала, в общем, росла Больше всего вдохновляет процесс становления нашей компании Процесс становления компании Zaurus Atom Service Это новая компания, которая в будущем, я в это верю и знаю, что так она и будет Она будет мощнейшим игроком на рынке сервисных услуг по обслуживанию атомных электростанций за рубежом Согласитесь, это драйв То есть создать компанию с нуля Участвовать, вернее, не создать, а участвовать в процессе создания компании с нуля И прилагать все свои силы на развитие компании, на ее становление И когда ты видишь, что компания становится все сильнее, то есть компания начинает считаться Я верю, что так оно и будет Я считаю, что наше предприятие очень многое уделяет Выделяет средств, уделяет внимание работникам своего предприятия Я думаю, что то, чего я достиг, это не только моя заслуга А вот именно тех людей, с которыми я работал Их поддержка Ну и естественное предприятие в целом Результаты исследований и выполнения принятых планов Наглядно доказали руководству корпорации Прямую положительную зависимость между желанием сотрудников работать на общее дело И результатами бизнеса Производительностью труда, текучестью кадров, качеством готовой продукции И другими экономическими показателями Тем не менее, отрасль серьезно оставала по таким показателям, как Понимание у работников ясных перспектив в карьере, зарплате, их личной человеческой ценности для предприятия Поэтому основной задачей на будущее стала активная работа руководства компаний По таким направлениям, как ценность и карьера сотрудников Колоссально, и тоже там работали до 8 вечера И в выходные приходилось работать То есть в таком темпе После этого я встал на распутье Меня приглашали вернуться в цех 80 начальником участка Приглашали ехать в Москву Заниматься той же тематикой Р-3 Приглашали остаться в цехе 94 руководителем группы И пригласили в цех 87 механикам И вот еще, когда я работал слесарем в 80-м том же цехе Я для себя думал, что максимум, наверное, чего я смогу достичь Это стать механиком цеха Ну, я думал, что хорошо, если я уйду на пенсию механиком цеха Мне казалось, что это такой большой человек Что это верх моих мечтаний, что ли Я занимаюсь созданием постоянно действующей модели В мои обязанности входит сбор всех абсолютно материалов У топографов, геологов, геофизиков, лаборатории Необходимо все это собрать вместе И дать какую-то картинку Так, чтобы неприготовленный человек Мог без проблем в этом сориентироваться И понять, что вообще такое Из себя представляет эта постоянно действующая модель То есть суть в том, чтобы максимально упростить Всю информацию, которую дают другие специалисты Я уже сказала, как бы это интерес То есть как-то никаких других именно Как объяснить Вот это именно интерес к ядерным реакторам Именно на воде, скажем так Потому что это тоже по отдельной истории Это тоже очень интересно То есть это очень сложный механизм Который, то есть нужно поломать голову Ближе, чем все это все понять Одно дело, когда ты обслуживаешь реактор снаружи А другое дело, когда он как-то устроен изнутри Перспективность Росатома очевидна Практика показывает Привлечь людей в систему Росатома Может интересная работа и карьера В сочетании с грамотной социальной политикой Тем более, что многие предприятия отрасли Являются городообразующими Поэтому в основе деятельности руководства компании Лежит принцип социальной ответственности Перед обществом и своими сотрудниками Если говорить о социальной политике То я совершенно убежден Что то, что реализуется в рамках социальной политики Росатома Это совершенно точно, достаточно уникальные И предложения, и программы Из тех, что существует Я так сказал, на рынке Или то, что предлагается другими компаниями Когда мы беремся за проект Точно формулируем цели И этим занимается не кто-то по отдельности Не только госкорпорация, только дивизион Или только предприятие А все вместе Мы достигаем результатов На самых передовых уровнях И значит мы можем это делать Социальные программы Росатома Одни из самых эффективных Согли крупнейших госкорпораций страны Они предусматривают Введение дополнительных форм Медицинского и пенсионного обеспечения Санаторно-курортного лечения работников И их детей Оказание материальной помощи И льготное кредитование Поддержку ветеранов и пенсионеров Обеспечение сотрудников жильем Организацию здорового питания Спортивно-культурных праздников И работу с молодежью В среднем социальные расходы компании На одного сотрудника Составляют 60 тысяч рублей в год Вот наиболее успешные Социальные проекты Росатома За последний год Выяснилось, что руководство Не всегда внимательно к запросам И нужным своих сотрудников Чаще всего это происходит Из-за редких встреч начальства Со своими коллективами Результаты интервью Вносились в компьютер Группировались по вопросам И по подразделениям А затем обобщались Итоговый отчет Включал предварительно сформулированный Перечень выявленных проблем Причин их возникновения Возможных путей их устранения А также быстрые решения Для некоторых актуальных вопросов Утвержденный директором Итоговый отчет Направлялся приказом В подразделения Для анализа проблем И включения в планы По проведению изменений Вопросы, которые были разработаны Они как бы макет Она шла чисто собеседование Человек, чтобы понял Что от него Не требует ничего такого Съюрли естественно Его просто просят Рассказать Своими словами Как ему жуется И что он хочет Чтобы на его рабочем месте Было сделано Чтобы он полностью Отдавался предприятию Происходил анализ проблем Которые были поставлены И с точки зрения Во-первых Их важности Или опасности Даже для предприятия Проблемы дальше Были рассутированы По возможным путям Их решений Сейчас проблемы решаются Организационным путем Иногда даже острым путем Например смена руководства Если это на у нас Ущерб работе коллектива А также Анализировались Вот пути их решения И Возможные Положительные эффекты Итог опроса Необходимо акцентировать Внимание руководителей В подразделениях Непосредственно Управляющих людьми На учете личных ценностей И предпочтений работников Проводить регулярные встречи В формате малых групп И индивидуально Исследования 2011 года И последовавшие за этим Фокус-группа Потом Массовое собеседование С сотрудниками Выявило Что один из факторов Ценность сотрудников Нуждается В определенной регламентации Применяются Самые разнообразные методы Нематериального стимулирования Внизу На местах В подразделениях Линейными руководителями Применяются Достаточно эффективно Но на уровне здравого смысла В атомной отрасли Особое значение Имеет состояние Здоровье работников Известно Что общий уровень Медицинского обслуживания В стране Включая территории Присутствия Росатома Оставляют желать лучшего Именно поэтому На предприятиях Отрасли Стараются Эффективно Решать проблемы Охраны здоровья Своих сотрудников И членов их семей Например На Ленинградской Атомной электростанции В течение Уже многих лет Работают социальные программы Медицинского обслуживания сотрудников Занимаемся вопросами После проведения Периодического медосмотра То есть Пересдать Анализ крови Надо там ЭКГ Выяснить вопросы Как еда Обследование По периодическому Медосмотру Цеховой врач Может не только Осмотреть пациента Но и выписать Направление Специалистам На диагностические исследования Сделать Выписку В санаторий Люди стали Меньше ждать Неопродимой Медпомощи Она стала Оказываться Как минимум В два раза Быстрее Только за Четыре месяца Действия проекта Через Амбулаторно-клиническое Обслуживание Прошло 1434 человека Количество Полученных Медицинских Услуг 6626 Стационарное Обслуживание Получили 144 сотрудника А количество Полученных Медицинских Услуг В стационаре 1814 Известно Нерешенный Квартирный Вопрос Лишает людей Спокойствия Мешает нормально Жить и работать В Росатоме Это хорошо понимают Один из наиболее Ярких Примеров Последних лет Связан с Ростовской АЭС Здесь Совместно С ЗАО И КАО Успешно реализуется Программа Строительства Жилья Четыре года Назад Атомщики Уже построили И заселили Многоквартирный дом Сегодня Еще около 100 семей Молодых Атомщиков Получили квартиры В новом доме Живого комплекса Солнечный городок Атомная станция Единственное Предприятие города Который Строит жилье Для своих сотрудников Но что главное Жилье для себя Атомщики Приобретают На льготных условиях Ипотечного Кредитования Атомной отрасли Я вообще подавала документы Как бы очень много вузов И вообще изначально искала Какую-то необычную профессию Ну что-то вот такое Неинтересное Именно чтобы Вообще изначально Интересовалась Альтернативной энергетикой Ну то есть Вот И значит Как-то стала искать все То есть Это было четыре вуза В Москве Один здесь Везде я была зачислена И вот в итоге Как-то ехала В автобусе Вот пришло озарение Что да Я хочу работать С ядерными установками Ну как бы поступила В Макаровку Организация развивается Требуются всегда Новые сотрудники То есть мы растем Штат растет И объем работы Естественно тоже растет Поэтому Я думаю Все будет хорошо Каждый год В отрасль приходят 49 тысяч выпускников Вузов нашей системы Спросите тех Кто связал свою жизнь С компанией Подавляющее большинство Никогда не считает Время работы здесь Потерянным зря Развитие компании Невозможно Без каждодневной работы Руководителей всех уровней Со своими сотрудниками